Ты теперь служишь в ополчении? Я горжусь тобой, пока ты служишь в армии. Естественно, я не могу рассчитывать, что ты будешь выполнять еще и свои обязанности ученика. Но если тебе что-нибудь понадобится, можешь заходить ко мне, когда захочешь. Тебе удалось стать паладином. Я рад, что когда-то взял тебя в ученики. Даже хотя ты не проводил много времени за наковальней, так ты постригся в монастырь. Я бы предпочел, чтобы ты оставался в городе. Нам нужны сильные люди. Но если ты решил следовать пути Иноса, то так тому и быть. Если тебе будет что-нибудь нужно от меня, я всегда буду рад помочь. Так ты все-таки поддался этому болотному дурману? Да уж, сильные телом не всегда сильны духом. Так ты все-таки поддался этому болотному дурману? Да уж, сильные телом не всегда сильны духом. Но ты в доспехах и с мечом. Это меня радует. Это хоть как-то продолжает связывать тебя с кузнечным ремеслом. О, да на тебе ряса, как на ватросе. Только не бери молот в руки и не подходи в таком виде к наковальне. Иначе я умру с осмеху. Ну ладно. Это твой выбор. Выбор моего ученика. Мне, ветерану войны с орками, больно осознавать, что ты встал на сторону их повелителя. И что меч, который ты выкуешь следующим, будет направлен против служителей Иноса. Однако, жизнь одна. И прожить ее нужно так, как хочешь ты сам. Я не буду зря причитать. И жалеть, что обучил тебя кузнечному делу, тоже не буду. Что было, то было. Что будет, то и будет. Ты что, вступил в ополчение, да? Мне, в общем-то, все равно. Лишь бы ты, помимо орков и бандитов, охотился так же и на волков. Похоже, твоя карьера переживает стремительный взлет. Паладин короля. Но куда бы ни занесло тебя, прошу, не забывай своего старого учителя. Ты постригся в монастырь, да? Да, надеюсь, они будут отпускать тебя, хоть иногда. И ты сможешь приносить мне шкуры. О, ты теперь с этими чудными ребятами. Отлично! Ты сделал правильный выбор. Болотное братство — очень хорошее место для тебя. О, ты теперь с этими чудными ребятами. Отлично! Ты сделал правильный выбор. Болотное братство — очень хорошее место для тебя. Монастырина со Скажем наверняка прервал бы наше сотрудничество А с братством ты будешь ближе к природе, к зверям, к шкурам И ко мне Ты примкнул к кругу воды Надеюсь, твой обед не помешает тебе охотиться и приносить мне шкуры, как раньше Ты не забудешь старика Баспера, ведь так? Только не мочи шкуры, почем зря, хорошо Ты водный маг, а я терпеть не могу мокрые шкуры Ты темный маг? Некромант, да? Это меня нисколько не смущает, клянусь Я буду покупать у тебя шкуры, даже если ты обратишься в самого Белиара Только приноси их лично Не присылай сюда своих, как их, поднятых слуг Договорились? Так ты поступил в ополчение? Я уже слышал об этом Ты так торопился стать учеником А затем вот так просто взял и поступил в ополчение Но я не стану делать тебе скидку на это Я ожидаю, что ты будешь строго придерживаться нашего соглашения И будешь регулярно приносить мне растения и грибы Если это слишком тяжело для тебя, работать на двух работах одновременно Тебе просто придется меньше спать Я вижу, ты поступил в услужение Кинусу Я полагаю, это значит, что с этого времени Ты не сможешь уделять много внимания сбору трав для старика Но все же я сочту за большую честь поддерживать тебя на твоем пути И если, несмотря на твои новые обязанности, ты найдешь время заниматься алхимией Ты всегда можешь рассчитывать на теплый прием здесь Ты вступил в эту секту? Поверить не могу Я считал, что мой ученик – это образчик здравомыслия Считал Ты вступил в эту секту? Поверить не могу Я считал, что мой ученик – это образчик здравомыслия Считал Говорят, что сектанты строго тренируют с твоих стражей Смотри, чтоб голову не отбили Хотя мозгов тебе должно хватать всего на две вещи на то, чтобы таскать сюда грибы, и на то, чтобы не таскать сюда болотную траву. Круг последователей Адоноса очень узок, по крайней мере на Хоринисе. Думаю, вхожие в него маги обладают редкими и ценными знаниями, в том числе и в области алхимии. Но не забывай, что ты все равно остаешься моим учеником. Пусть теперь ты и повелитель водной стихии, но чураться поисков грибов не должен. И да, лесные кочки и торчащие корни, по слухам, легко преодолеваются магам. Стоит лишь приподнять полы мантии. Каждый алхимик когда-то баловался некромантией. Баловался, ты слышишь? Не заходи слишком далеко. И лучше не разгуливай в мантии, а то мало ли, общество таких не чтит. Мне же, как и прежде, нужны грибы, и мне не важно, кто их будет приносить. Некромант или портовая куртизанка? Так что продолжай поиски. Продолжение следует...